Глава 23. По ту сторону бамбукового занавеса. Глава 23. Утром, в день моего избавления из тюрьмы, я попросил друзей связаться с главой домашних церквей Джанчжоу и сообщить ему о моем побеге и намерении встретиться с ним, когда стемнеет. Глава 23. Тем же благословенным утром, около 11 часов, моей жене было видение от Господа. А надо сказать, что Делиня освободили из тюрьмы за две недели до моего побега, и теперь она скрывалась в доме верующих. И вот она видит меня на свободе. Я сижу перед ней, радостный и довольный, и прошу пригласить всех старейшин церкви и сотрудников на собрание. Указав на меня пальцем, она сказала, «Ты не посмеешь. Ты что, не боишься смерти?» Я же только улыбнулся ей в ответ. Под впечатлением этого видения Делинь села на автобус в Джанчжоу. Первым делом она бросилась в дом пастора, которого я намеревался посетить вечером того же дня. Не успела она переступить порог дома, как услышала. «Ты знаешь, что Юн бежал из тюрьмы?» Запинаясь, Делинь еле выговорила. «Повторите, пожалуйста, что вы сказали. Это правда? Он действительно бежал?» Она медленно опустилась на стул и рассказала о видении от Господа утром. «Вот-вот, Божья связь быстрее всякого телефона и интернета», — улыбнувшись, воскликнул брат. «Уже стемнело, когда я пришел к ним домой и просто изумился, встретив там дорогую жену и других сотрудников. Перед тем, как Бог избавил меня из тюрьмы, утром мне было видение, в котором Делинь была на свободе. В тот же час и она имела видение о моем избавлении, и теперь, по воле Божьей, мы были вместе». Мы обнялись и спели вместе из Псалма 125, 1-й, 2-й, 3-й стих. «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш — пение. Тогда между народами говорили, — Великое сотворил Господь над ними, Великое сотворил Господь над нами. Мы радовались». Я был на свободе, но мне так хотелось вернуться сейчас в тюрьму к моим братьям и рассказать, как чудно Бог избавил меня. Трудно объяснить, какой крепкой может стать дружба между братьями в тюрьме. Я скучал по ним и молился о них. Свидетельство Делинь После моего освобождения из тюрьмы прошло около двух недель. Я скрывалась в доме двух сестер. Однажды, когда хозяев не было дома, Господь послал мне ясное видение. Я вижу Юна, он на свободе и готовится пойти на какое-то собрание. Я спрашиваю его, — «Как тебе удалось бежать? Ты опять, как всегда, занят?» Он отвечает, — «Мне Господь помог выйти. Теперь я снова должен проповедовать». Когда хозяева вернулись домой, я рассказала им обо всем, что мне открыл Господь. Никто из христиан в то время не сомневался, что Юна казнят или осудят на пожизненное заключение, и сестры не поверили мне. «Ты просто скучаешь без него», — услышала я в ответ. Они подумали, что я сошла с ума. Одна из сестер снисходительно улыбнулась, а другая с сожалением посмотрела на меня. Я оставила их в недоумении и отправилась в Чжэньчжоу. Через несколько часов мне сообщили, что мой муж на свободе. О, как велик Бог! Все происшедшее и побег Юна из тюрьмы, и откровение об этом в моем видении позволило мне глубже понять Божье величие. Я впервые убедилась, что все возможно Богу. Руководители церкви в Чжэньчжоу хотели, чтобы мы с женой уехали из провинции как можно дальше, так как считали, что оставаться нам здесь слишком опасно. Полиция рыскала всюду, не теряя надежды поймать меня. Мой побег из тюрьмы особо строгого режима доставил много хлопот провинциальным властям, особенно тюремному начальству. Как мне рассказали потом, Комитет общественной безопасности во все собрания домашних церквей города послал своих сотрудников, так называемых сестер во Христе. Они говорили, «Мы друзья брата Юна и слышали, что Бог помог ему бежать из тюрьмы. Как его дела?» Так они надеялись получить хоть какие-то сведения о моем местонахождении. Когда нас с Дилинь арестовали, наших детей взяла на попечение одна христианская семья из другой провинции. Мы связались с друзьями и в конце концов встретились с дорогими детьми. Однажды в знойный летний день нас посетили руководящие братья. И вдруг с плачем примчалась малышка Юйлинь. «Мамочка, там полиция! Там полиция! Папе надо бежать!» Мы сразу поднялись на крышу и уже приготовились прыгать, но поняли, что полицейские направлялись в другую сторону. Они искали не нас. Мы немного успокоились, но все же эта ложная тревога напомнила об экстремальных условиях, в которых мы жили и трудились. С тех пор Делинь стала просить Бога, чтобы у нас был налаженный быт и нормальная семейная жизнь. Она была сильно обеспокоена тем воздействием, которое производил напряженный образ жизни наших детей. В то время мое здоровье пошатнулось. Из-за резких болей в груди я дышал с трудом. Пришлось обратиться в больницу. Когда мне сделали рентген, врач сурово сказал, «У вас туберкулез или рак?» Он хотел немедленно положить меня в больницу. Делинь тоже так считала. «Бог хочет, чтобы ты отдохнул». Поначалу я упрямо отказывался от госпитализации. Мне хотелось по-прежнему встречаться с христианами по всей стране. Однако главы домашних церквей, навестившие меня, советовали «Отдохни и посмотри, что скажет Господь. Власти разыскивают тебя всюду. Тебе ни в коем случае нельзя домой. Подумай не только о себе, но и о других». Впервые, с тех пор, как 16-летним юношей я начал проповедовать в Хэнане, я не мог заняться общественным служением. «О моем побеге из тюрьмы знали все, и китайские власти прилагали все усилия, чтобы выследить меня. Главы домашних церквей понимали, что пригласить меня в свои общины было все равно, что организовать своими руками набег кобовцев и подвергнуть всех огромным штрафам. права на такой риск ни у кого не было. И мне предложили скрыться, отказавшись от общественного служения». «Во время болезни я ужасно страдал. Мне не хотелось покоиться в одном Боге. Я хотел покоиться и в деле Божьем. И тогда я снова постиг, что я трудился, не имея настоящего мира от Господа. И так мне нравилось трудиться для Господа, что я стал видеть в этом свое спасение и радость. Бог желал удалить этого идола из моей души». Итак, болезнь дала мне возможность быть больше с женой и детьми. Мы вместе молились, вместе уповали на Бога и вместе ждали Его повелений. Однажды утром, в молитвенный час, я был охвачен присутствием Господа. Он говорил мне как друг. «Я пошлю тебя к другому народу. Ты не будешь понимать их язык. Там будет много незнакомых лиц, но ты должен повиноваться мне. Иди и пробуди этот народ». Я рассказал об этом жене и детям, но они не знали, что ей сказать, и я скрыл эти слова Господни в своем сердце. В другой раз я размышлял о жизни и служении апостола Павла, и вот что Господь сказал мне. «Поспеши и выйди скорее, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». Это слова из книги Деяний, 22 глава, 18 стих. И далее он продолжил. «Юн, немедли, уезжай из Китая. Твое свидетельство о мне здесь завершилось. Здесь уже не примут твоего служения. Народ запуган». На следующее утро мне позвонил один дорогой друг. Он, конечно, ничего не знал о том, что именно Господь повелел мне накануне, но его слова стали подтверждением Божьего повеления. «Брат юн, Господь открыл мне, что Он готовит для тебя новое служение. Это служение станет продолжением того, на которое Он поставил тебя в юные годы, повелев идти проповедовать на запад и на юг». После этого звонка я окончательно уразумел, что Господь направляет мои стопы в другую сторону. Я рассказал обо всем Делинь, и она с радостью приняла волю Господню. Я должен оставить Китай, чтобы идти на запад и на юг. Но была у меня одна большая проблема. Паспорт. Его у меня не было никогда. Я за всю жизнь ни разу не выезжал за границу Китая. Оформление паспорта в установленном порядке исключалось, так как я имел судимость. Если бы я обратился за паспортом, то был бы тут же арестован. Мы молились и передали эту нужду Господу. Через короткое время я встретился с некоторыми братьями. Я рассказал им, к чему Господь призывает меня, и один из братьев, коммерсант, повинуясь водительству Духа Святого, решил передать мне свой паспорт со словами «Брат юн, возьми мой паспорт, употреби его для дела, на которое Господь призывает тебя. Обо мне не волнуйся, и будь что будет, я приму все на себя». Когда я увидел паспорт, возникла другая проблема. На фотографии этот брат нисколько не напоминал меня. Это был лысый человек в очках, а у меня была копна волос и совершенно другие черты лица. Кроме того, он выглядел намного старше меня. С верой в то, что Господь повелел мне проповедовать народам мира, мы назначили время отъезда из Китая и купили билет на авиарейс Пекин-Франкфурт на 28 сентября 1997 года. Накануне вылета я весь день преподавал в библейской школе при одной домашней церкви в районе Пекина. Когда-то я помогал организовать эту школу. студенты, узнав, что Господь повелевает мне начать благовестие за рубежом, были тронуты и горячо со слезами помолились обо мне. Я просил их молиться обо мне до полудня следующего дня, когда я должен был вылетать за границу. Эти юноши и девушки остались в библейской школе и молились всю ночь. прося Бога защитить меня и благословить мой путь. С тех пор я часто вспоминаю их чистую любовь ко мне и к Богу. Теперь эти молодые люди служат Господу в отдаленных районах Китая, в Тибете и во внутренней Монголии. В ночь перед вылетом я сильно волновался. Во-первых, я никогда не летал на больших самолетах и во-вторых, я отдавал себе отчет, что в случае ареста мне предъявят самое серьезное обвинение и приговорят, если только не вмешается Бог, к смертной казни, когда разберутся, что я бежал из тюрьмы. Мне хотелось убедиться, что я действовал согласно воле Божьей и что Его благоволение над нами как печать. Если бы в то время кто-нибудь выступил против этого предприятия, то я, по всей видимости, изменил бы планы. Но никто из моих сотрудников и студентов не сказал ни слова против. Все одобряли и поддерживали меня. Трое сотрудников вместе со мной молились всю ночь о защите свыше. К утру от ночных борений я устал, как Иаков, боровшийся с Богом. Я все время думал о том, что может произойти со мной в аэропорту и что сказать служащим аэропорта. Меня тревожило также и то обстоятельство, что вылет должен был состояться за несколько дней до праздника 1 октября, дня провозглашения Китайской Народной Республики, когда органы общественной безопасности в Пекине переходили на особый режим работы. На рассвете во время усиленной молитвы один из моих сотрудников сказал «Верный служитель Божий, не волнуйся, Бог положил мне на сердце слово для тебя». Он имел в виду место из книги «Бытия», 27 глава, 20 стих. «И сказал Исаак сыну своему «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал «Потому что Господь Бог твой послал мне успех». Этот стих ободрил меня и успокоил. В ответ на молитвы братьев и сестер Господь подводил черту под былым. Совсем недавно я был в кандалах с перебитыми ногами и без всякой надежды на будущее. Но вот прошло несколько месяцев и меня, объявленного в розыск преступника без паспорта и удостоверения личности, Господь выводил из Китая. Тогда я ответил брату словами апостола Павла «Посему ободритесь мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Это слова из книги Деяний, 27 глава, 25 стих. «На рассвете Бог строго предупредил меня «В таможенном зале говори только то, что я повелю тебе». Одновременно с этим Он положил мне на сердце следующие слова из Писания «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». Это книга притчей 10 глава 19 стих. «С привокзальной площади пекинского аэропорта я позвонил домой и попросил Делинь с детьми молиться обо мне. Голос Делинь показался очень спокойным и неудивительно. У нее в сердце был совершенный мир, и она твердо верила, что Бог выведет меня из Китая». Поскольку я никогда раньше не проходил таможенного контроля и других формальных процедур, один брат показал мне, как оформить необходимые документы, где сдать багаж и внести выездную пошлину. Затем я прошел в зону таможенного контроля, повторяя про себя слова Божьи. «В таможенном зале говорит только то, что я повелю тебе». Я встал в очередь на проверку документов. Наконец, когда пришла моя очередь, я передал служащему за стойкой паспорт и посадочный талон. Взглянув на фотографию в паспорте, затем на меня, он рассмеялся. «Ба! Да это вовсе не вы. Здесь совсем другое лицо». Он поднял паспорт, чтобы служащие за другими стойками могли удостовериться в этом, и те удостоили меня презрительной усмешкой. «Может показаться невероятным, но в глубине души я был абсолютно спокоен. Да, я очень волновался накануне, но Господь ясно указал мне, что я должен оставить Китай, и теперь я был абсолютно уверен, что Бог творит свою волю. В моем сердце был чудный мир и покой». Служащий вышел из-за стойки, потом вернулся и повторил «Это не ваш паспорт». Он был решительно настроен выяснить, кто же все-таки я, но я пристально смотрел ему в глаза, обжигая взглядом. Между тем время шло. Очередь пассажиров начала волноваться, люди стали ругать служащего за волокиту. Видя, как накаляется очередь, он велел мне отойти в сторону и подождать, пока он пропустит других пассажиров. Закончив, он сказал мне «Совершенно очевидно, этот паспорт не ваш, но допустим, вы пройдете таможенный контроль здесь, но вам не пройти его в Германии, вас вернут обратным рейсом». Невероятно, но он шлепнул печатью в моем паспорте и сказал «Идите». Объяснить по-человечески то, что сделал этот служащий, невозможно. Я могу сказать только, что в этом случае действовал сам Господь, побуждая служащего исполнить свою волю. Затем я прошел таможенный контроль на рентгеновской установке. Размещая ручную кладь на платформе сканера, я обратил внимание на полицейского, который смотрел на меня, передавая что-то по рации. Я прошел вперед, чтобы взять свой багаж, полицейский не сказал ни слова. и снова могучая рука Божья сохранила меня. В зале ожидания я позвонил по телефону автомату одному брату и дал знать, что со мной все в порядке. Через несколько минут я уже был на борту китайского реактивного лайнера. Двери закрыли и самолет вышел на взлетную полосу. Вскоре мы уже поднимались все выше и выше. Потоки радости и благодарения захлестнули меня. Не успели убрать шасси, как я, не сдерживаясь, громко запел. Господь, меня избравший из толпы людей, сокрыл тотчас под крыльями любви своей. и светом осененных от фавор горы, спасенных благодатью много с той поры. Аллилуйя! Пассажиры, сидевшие передо мной, как по команде обернулись и уставились на меня, как бы спрашивая всем своим видом, как этого сумасшедшего пустили в самолет. Впервые в жизни я оставлял Китай, чтобы прославить царя царей и Господа господствующих среди племен и народов. Во время долгого полета я размышлял о своей жизни благодаря Бога за Его безграничную милость. Я считаю себя малейшей частью тела Христова в Китае. Я просто ничто, но Бог избрал меня стать посланником Его среди народов и, конечно, не в силу моих особых способностей и умений. Это произошло только по Его непостижимой, незаслуженной мною благодати. Примерно через десять часов наш самолет приземлился в Германии, в аэропорту Франкфурта и я проследовал к стойке иммиграционной службы. Когда подошла моя очередь, немецкий служащий у стойки взял мой паспорт. Брови его взлетели и я наткнулся на его строгий взгляд. Он что-то говорил мне, но я ничего не понимал и просто улыбался. Он привстал и отодвинул меня в сторону. Затем мой паспорт передали на проверку еще троим служащим. Они, конечно, поняли, что этот паспорт принадлежит другому лицу. Недоверчиво покачивая головой, они угрожающе твердили «Найн! Найн! Найн!» И в этот миг Господь положил мне на сердце следующие слова из Писания. «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел как лев». Это книга притчей, 28 глава, 1 стих. Исполнившись огня Божьего в сердце, я осуждающе смотрел прямо в глаза начальствующего. Служащий взглянул на меня, шлепнул печатью в паспорте, вернул его и подтолкнул меня, мол, можешь идти. Слава Богу, меня пропустили. Это была исключительно милость Божья. Итак, я оказался в Германии. Когда я ехал на такси в дом одного пастора, Святой Дух обратился ко мне с такими чудесными словами. «Как я освободил тебя из тюрьмы, как я вывел тебя за пределы Китая, так я выведу сто тысяч детей моих из Китая во свидетельство обо мне по всей Азии». Через два дня я позвонил домой Делинь и детям и рассказал им, как Господь благополучно привел меня в Германию. Первым делом Делинь спросила, «Когда ты вернешься?» Я ответил, что чувствую себя, как младенец Иисус, которого Иосиф и Мария вывезли в Египет. Лишь один Господь знал, когда я вернусь. Мы с Делинь договорились перед Господом, что будем просить Его в том случае, если я не вернусь в Китай через два года, сотворить чудо воссоединения нашей семьи за рубежом Китая. Спустя две недели после моего прибытия один христианский друг привез меня в Гамбург в лагерь для беженцев. Здешние служащие очень удивились, услышав мой рассказ и перевели меня в другой лагерь для беженцев в восточную Германию. Не имея никаких документов, я не мог доказать, что Юн это я. Ко мне приходили разные чиновники с китайским переводчиком, задавали множество вопросов о моем прошлом, судимостях и побеге из тюрьмы. Я отвечал на все вопросы совершенно откровенно, но мне не верили. При этом со мной обращались даже грубо. Переводчик посоветовал мне перестать врать, ведь моя бесподобная ложь только подрывает доверие к моим заявлениям. Он добавил также, что вот уже два с лишним года германское правительство не дает статус беженца никому из граждан Китайской Народной Республики. К этому времени новость о том, что я выехал за пределы Китая и остался в Германии, стала известна немецким братьям. Некоторые из этих дорогих братьев сотрудничали с нами в Китае. Они привезли в восточно-германский лагерь для беженцев копии статей обо мне из газет, вышедшей в Китае после моего мартовского ареста. Немецкие братья также показали и фотографии со мной в Китае и доказательства того, что они знали меня до моего прибытия в Германию. Они подписали необходимое заявление и поддержали меня всем, чем могли. По всей видимости, и германскому посольству в Пекине также было поручено исследовать мои заявления. Так что в скором времени личность моя была установлена. В лагере для беженцев меня подвергли полному медицинскому обследованию. При этом констатировали, что у меня на всем теле имелись следы пыток. С подозрением на туберкулез или рак легкого меня поместили в больницу. С этим легочным заболеванием я жил уже более десяти лет с тех пор, как тюремные надзиратели прыгали по моей груди. Восточно-германский лагерь для беженцев был оборудован весьма скромно, но и такой после китайских тюрем показался мне курортом. В светлое время суток нам разрешили выходить за пределы лагеря, но не дальше пятидесяти километров. Я провел в больнице 69 дней и еще три месяца в лагере для беженцев, пока рассматривалось мое заявление о предоставлении мне правового статуса беженца. Свидетельство Делинь После удивительного освобождения Юна из тюрьмы вся страна казалось подключилась к его поискам. Время было страшно напряженное. Главы домашних церквей говорили Юну, что ему не следует преподавать и руководить. Это было бы большой опасностью для всех. Кобовцы преследовали Юна по пятам, так что все, кто поддерживал с ним связь, шли на большой риск. В течение месяца после побега Юна из тюрьмы мы скрывались в городе Ухань в провинции Хубей. Однако люди, укрывавшие нас, были так напуганы, что у них пропал сон. Тогда мы переехали в Шаньдун, но и там через некоторое время мы столкнулись с той же проблемой. Семья, приютившая нас, не могла нормально отдыхать по ночам. Они боялись за свою безопасность и думали только о том, что будет, когда Юна арестуют в их доме. Нам оставалось только плакать и молиться Богу. «Господи, как же нам служить Тебе? Куда бы мы ни пришли, везде у перепуганных людей пропадает сон». Бог через это как бы говорил Юну, что ему придется оставить Китай и пойти на запад. Мы тогда молились больше месяца, чтобы понять волю Божью. в конце концов мы попросили у Господа знамения шерсти и росы. «Господи, если это Твоя воля, что Юн должен оставить Китай, мы просим Тебя, выведи его сам из Китая». И он ответил нам, что это его план. После этого Юн удивительным образом оказался на борту китайского самолета и пересек границы Китая. Мы все поняли, что на это была воля Божья. Рассказывает брат Юн. «Два года спустя на одном собрании в Финляндии я свидетельствовал о своем чудесном избавлении из тюрьмы и о том, как Господь помог мне покинуть Китай. После собрания ко мне подошел один бизнесмен, наш брат во Христе, и через моего переводчика рассказал удивительную историю. Теперь я понял милость, проявленную ко мне Богом в день вылета из пекинского аэропорта. вот что сказал мне этот финский брат. Я работаю в компании, которая обеспечивает безопасность средств дальней связи. Несколько лет назад наша компания выиграла один конкурс. Речь идет о контракте на монтаж в Китае современного программного оборудования по распознаванию речи, в том числе в пунктах таможенного досмотра пекинского аэропорта. Этот аппаратурно-программный комплекс дает возможность сотрудникам службы безопасности с помощью скрытых микрофонов сличать голоса подозрительных пассажиров с компьютеризированной базой данных, содержащей образцы голосов преступников, объявленных в розыск. Можете не сомневаться, что и ваш голос находится в их базе данных, поскольку много ваших проповедей ходит в записях на пленке. Если бы в тот день в пекинском аэропорту вы сказали бы хоть одно слово, вас, конечно, арестовали бы на месте. Я возблагодарил Господа за Его водительство, когда Он сказал мне, «В таможенном зале говорит только то, что я повелю тебе». В той ситуации Господь велел мне ничего не говорить, так что я молчал. Повиноваться Богу всегда благо. Мой дорогой брат Су подсказал мне бежать из тюрьмы, в которой мы были с ним в 1997 году. Но когда я был уже на западе, он еще оставался там. И с братом Су Бог сотворил великое чудо. Многие считали, что его приговорят к смертной казни и через несколько месяцев после нашего ареста весь мир обошло ложное сообщение о его казни. На суде брат Су отказался от защиты и не отвечал на обвинение в свой адрес на том основании, что так называемый суд был только ширмой для придания законного статуса заранее подготовленному приговору. его осудили на десять лет тюремного заключения. Позже, по непонятной причине, этот срок довели до трех лет, и он был на свободе уже в мае 2000 года. Нельзя не видеть в этом благословение Божье. Во время трехлетнего тюремного заключения брата Су много пытали и истязали. Тюремные чиновники надевали ему наручники отдельно на оба запястья и приковывали его к металлическим воротам так, чтобы при открытых воротах он повисал на руках в положении распятия, отчего его внутренности мучительно напрягались и опускались. Затем его мучители закрывали ворота, давая Су минутное облегчение и снова открывали их. Они повторяли эту пытку много раз подряд. Брат Су говорил позже, в некоторой мере я узнал, что за муки на кресте пришлось испытывать Иисусу. В мае 2000 года меня пригласили в Соединенные Штаты. Был запланирован ряд выступлений. Я знал, в какой день должны были освободить брата Су и хотел удивить его. Служба безопасности в тюрьме действовала особо тщательно, так что брат Су ничего не знал, что произошло со мной после моего побега в 1997 году. В течение трех лет он ничего не слышал обо мне. Был ли я убит, арестован или скрывался где-то? Обо всем он узнал только после своего освобождения. И вот брат Су на свободе. Не прошло и минуты после его освобождения, а я уже вызвал брата Су по мобильному телефону его друзей. Мне ответил низкий бархатный голос Су. Дорогой брат Су, дрожащим от волнения голосом сказал я, это я, твой бывший сокамерник Юм. Я звоню тебе из Америки. Могучая рука вывела меня из Китая. Брат Су, со сдержанной радостью в голосе, воскликнул. Слава Богу, Господь вывел тебя из Китая, так что китайские и западные церкви теперь имеют возможность благовествовать вместе. Ты станешь свидетелем чудесных дел Господа в Китае. Мы говорили взволнованно и громко, пытаясь восполнить за несколько минут три года молчания, которые прошли с того момента, когда мы в последний раз обнялись друг с другом на прощание. В юности брат Су был для меня отцом по вере. Я считал его великим вождем китайской церкви. Такое же отношение к нему у меня сохранилось и до сих пор, но в последние годы я осознал, что брат Су стал мне дорогим братом по вере. После моей семьи брат Су для меня самый дорогой друг и бесценный сотрудник в деле евангелизации. ходит отец м д